Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Запрет мата в социальных сетях. В век цифровых технологий и поголовного использования интернета, который считался некой площадкой для самовыражения в том числе, подобная инициатива была встречена с восторгом не всеми. Что думают отдельные куряне на этот счет, выясняли корреспонденты информагентства Курск-Сити. Параллельно. Пока он в мою сторону не направлен, мне как-то все равно. На официальных это некрасиво, да. Вообще люди считают, потому что это как оскорбление к окружающему. Не знаю, мне все равно. Мат в сетях? Ну да. Ну, ответный вопрос. Почему положительно нужно втасить, если запретили его? Ну вот, допустим, человек любит материться, к примеру. Почему он не может этого делать? Ну, это как бы публичный ресурс. Ну, там же все могут высказываться по любому поводу. Ну, люди же в публичных местах ругаются матом на улице. А улица же публичное место? Ну, в публичном месте могут принять сотрудники правоохранения. За мат? Когда такое было? Да. Ну, у нас считается нарушением общественного порядка. Ну... И есть штрафы даже за мат на улице. Да. Ну, звучит заманчиво. Почему бы и нет? Я вообще за культурное общение. Неважно где, на каких просторах, на каких площадках в жизни или в интернете, я считаю, что это вполне себе неплохо. Мат – это сквернословие. Как бы русский язык, он чист. Это мне как-то не принципиально, я и так не матерюсь, поэтому мне все равно. Отрицательный. Почему? Ну, потому что некоторые выражают так свои эмоции. Запретом матов в социальных сетях это будет очень хорошо. Особенно, если будут банить за маты. И к возможному ограничению российского сегмента всемирной сети граждане также отнеслись неоднозначно. А то, что изолировать хотят интернет наш, ну, конечно, отрицательно. Ну что, давайте просто забор поставим вокруг страны и будем жить в изоляции от всех. Ну, это считается... Я против. Мне не нравится такая политика, потому что много информации интересная можно найти не только на российских, а на многих других интернет-ресурсах. То есть там много везде находится разной информации, несоответствующей с российской, кстати, часто. Я, например, пишу научные статьи, и мне много информации помогает с иностранных ресурсов. Нет, ну, вообще, на безопасности-то можно эти проблемы есть, да? Я думаю, что нет, потому что все равно люди будут узнавать как-нибудь это от других людей. Мы же общаемся с другими странами, у многих есть родственники в других странах. Правда, все равно расскажут, и как-нибудь она просочится в страну. И заходят. Я не пользуюсь иностранными ресурсами. Мне по барабану. Не русский интернет, а просто пользоваться нужными поисковыми системами, и все. Например, вот я пользуюсь DuckDuckGo. Меня полностью устраивает вообще. Там и конфиденциальность информации, и нет никакой утечки данных. Ну, а как же... Сейчас выражаю исключительно свою субъективную точку зрения. И чем я пользуюсь. Меня полностью устраивает. Я бы... Ну, я бы пользовался. Но я бы не поддерживал бы, я бы ни в коем случае не разжигал конфликт политический. Никогда. Потому что это политика, я в политику не лезу. А во-вторых, я никак не комментирую. В социальных сетях, как бы, я считаю это абсолютно бессмысленным занятием. Я готов, если что, Яндексом пользоваться. Запрещать это будет очень плохо, так как будут пробовать искать другие ходы и обходить это. Мне было бы достаточно использовать только... Ну, только наши народные сайты. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.